Здравствуйте, с вами снова Мистер Снэйк, продолжаем проходить Котор, продолжаем побег с Левиафана, ну точнее начинаем пока что его, и наш дроид Т3М4, насколько я могу помнить, попытается нас спасти, но не все так просто. Это единственный персонаж, у которого есть в начале какой-то квест перед тем, как начать спасение. Нужно ответить на парочку всего вопросов, и путь будет свободен. Первый это ряд Фибоначчи, который расположен в обратном порядке, соответственно здесь будет 3. Дальше, ну здесь двоичная система числения, я так понял, просто нужно двойку здесь найти, потому что это единственное число, которого там не было. Ну и здесь, видимо, простые числа, потому что другой, ну никакой связи с этими числами я не увидел, насколько не ломал голову. Думал, что все намного проще, но потом до меня дошло, что возможно это просто простые числа. Так, повысим нашего дроида, хотя на самом деле разницы сейчас вообще нет, как его именно повышать, поэтому я автоподъем забью. Сейчас у нас ничего нет, потому что сняли все пушки и все вообще, в общем-то, улучшения, поэтому нужно их в ящиках будет забрать. А, нет, не все сняли. Это хорошо, но вообще, на самом деле, если вы проходите каким-нибудь человеком, то вообще, по идее, все вещи с него будут сняты, кроме одежды, конечно. Вот, ну и тут можно поразговаривать с дроидами, побибикать им. В принципе, прикольно довольно персонаж, на первом, что во втором Коттере разговаривать с другими дроидами и людьми при помощи бибикания. Так, здесь, наверное, тоже кое-что есть в улучшениях дроида. О, продвинутый огнемет, отлично. Сразу посадим его, потому что он наносит просто дофига урона. Жалко только, что использовать его можно всего лишь 10 раз, но, надеюсь, нам хватит. Просто иначе с этого стремного лазера придется очень долго стрелять по вот этим ситхам. Ну, у них не так уж прям много хп, потому что рассчитано, что вы будете проходить игру не основными персонажами. И, возможно, вы их не очень сильно качали, не очень хорошие шмотки там поначалу выдадутся. Поэтому хп у этих ситхов, как на самом первом корабле, когда мы убегали. Вот, по-моему, даже так же. Но я реактивировал еще одного дроида. Он чуть-чуть нам поможет. Хотя и не сильно. И я здесь очень много всего повырезал, потому что я левиафан не очень помнил. Ну, внезапно так оказалось. И поэтому туда ехать совершенно не нужно было. Вот, дроид там, между тем, расправился с ситхом одним. И, по-моему, даже вот в эти локации дроидам, в принципе, можно не заезжать, потому что, ну, здесь делать совершенно нечего. Дроид может и так пройти камерам, где нас содержит, потому что у него довольно высокий уровень безопасности. Но другим персонажам придется заехать сюда, чтобы достать ледокол у одного парня, который сидит в тюрьме. А может быть, даже и это не нужно. Просто я последний раз людьми достаточно давно проходил и уже не очень помню. Нужен там этот ледокол или нет. Но, тем не менее, постреляем с дроида. Тем более, что мы его вообще никогда не таскали. И поэтому, возможно, кому-то этот персонаж очень нравится и кто-то хотел бы почаще его все-таки видеть в нашей компании. Но вот этому дроиду я посвятил, можно сказать, отдельный этап прохождения. В дальнейшем я буду весь этот лут вырезать, потому что, ну, очень долго я так вообще прикинул. Здесь очень много всяких ящиков и также много остается вещей на трупах. И по времени это заняло где-то около 12-15 минут чисто вот лутания. Поэтому я это вырезал. Я думаю, это мало кому интересно. Так, вот этот парень. Давайте его совадим. Ну вот, а других радианцев я вам освобождать не советую. Ну, только что ради опыта, потому что они сразу на вас нападут. Я, в принципе, не хочу с ними пока драться. Проезжая. Можно вот здесь вот ледокол наш использовать, но, как я уже говорил, дроиду это особо не нужно. Поэтому поехали наверх, освободим уже наших пленников. Дроид другой уже здесь на патруле находится. Так, здесь что? Здесь отсюда, по-моему, стартует Кандерус из медицинского отсека. Тоже, кстати, очень интересно им проходить. Ну и, в общем-то, вот она область задержки и терминал задержки. Ты может быть дроид, но, когда это все закончится, я буду видеть, что Република дает вам медаль. Я не боюсь Малака. Ну, хорошо, Секунный, нам нужен план. Я пойду с вами, а то вас там еще убьют. Забирайте оборудование и действуйте. Ну все, хватит трепаться, погнали. Ишь ты, Бастила, раскомандовалась. Она и правда думает, что она здесь главная, но... Забывается, забывается девка. Надо ее будет на место поставить после Левиафана. Ну, благо, что наши компаньоны сами оденутся. Вот нам придется все наши шмотки выставить заново. Естественно, я это сейчас все пропущу. Ну, все, теперь можно идти на мостик и захватывать управление этим кораблем, чтобы можно было отсюда сбежать, видимо. Потому что, ну, на самом деле там на мостике нужно будет открыть доступ к ангару. Но так как наши сами по себе туда, в общем-то, попадает, поэтому, видимо, либо какой-то луч отключить захватывающий, либо что-то вроде того, чтобы нас просто, ну, выпустили отсюда. Нужно нам попасть на мостик. Ну, а там будет, конечно же, Саул этот и... И карт не успокоится, пока, в общем-то, не расправится со своим старым ментором. Ну, здесь я долго тупил, потому что тупили мои компаньоны, поэтому я тоже это все вырезал. Долго приходилось ждать, пока сначала тупила Бастила, потом карт. Вот, ну, а здесь уже можно будет посражаться, потому что здесь достаточно много всяких охранников-сихов, которые себя вообще не очень... Но есть ребята и посильнее. Вроде капитанов-сихов, которые тоже что-то не особо, почему-то, ну, потому что даже за них 50 опыта дают. Хотя я думал, что где-то под 500. Кстати, там, похоже, наших гранат сильно так закидали. Офига себе там. Серьезно, все. Ну, да бог с ними, всех мы убили. А вообще, вот, мне непонятно немножко ситуация. Ну, в принципе, Малак знает, что мы тоже охотимся за звездной кузницей. И Кала Норд нас видел около одной, в общем-то говоря, звездной карты. Ну, хотя он, наверное, вряд ли представлял, что это звездная карта. Но, по идее, Дарт Бенден тоже должен был видеть нас еще около одной звездной карты. Ну, и вообще, в принципе, если народ поспрашивать, то... Где-то нас на 4 из 5 планетах, где вообще, в принципе, звездные карты находятся, кто-то до нас видел. У Малака, в принципе, неплохой отряд и шпионов, и солдат. И поэтому расспросить можно было, почему нельзя, например, устроить засаду около 5-й звездной карты. Ну, и, в общем-то, покончить с нашим отрядом. Забрать себе Бастилу, поскольку Малаку она нужна живой. Вот, и, проще говоря, не париться. Он нас, конечно же, перехватил вот именно при перелете на 5-ю планету. Видимо, потому что как раз понял, где мы должны находиться. Но вот почему-то дальше за нами он не полетит. И вот мне немножко это непонятно. Хотя, ну, это я лечу как бы последним на Карибан. В принципе, тут понятно, что на Карибане-то как раз одни ситхи. И там-то проще всего устроить засаду. Но, допустим, я бы не на Карибан последний летел. Но в любом случае, Малак, ну, мог бы все не оставлять на самотек. Или, что он там планировал сделать? Перехватить у нас уже на самой звездной кузнице? Ну, я не знаю. Как-то достаточно глупо. Потому что, когда мы выясним, где, в общем-то, она располагается, туда прилетит весь, в общем-то, республиканский флот. И Малаку уже выбора не останется только принимать бой. Если он настолько уверен в своем превосходстве. Ну, а превосходство у него и правда шикарное. Потому что у него и кораблей больше, и солдат, в принципе, я думаю... Ну, не то, что прям очень много, но примерно столько же. Вот, слишком уж самонадеянно наказывается. И в результате эта самонадеянность ему, ну, как обычно, выходит боком. Потому что, вспомните, даже в шестом эпизоде, в принципе, Люк говорил то же самое Императору. Что ваша самонадеянность, это ваша слабость. Ну, или что-то типа того. Я уже просто не очень помню, как там все было. В результате чего Император проиграл решающую битву. Ну, хотя на самом деле, по-моему, там дальше продолжается... Даже после шестого эпизода по книжкам это все действие. И понятно, что убив Императора, в общем-то, вся Империя в один раз не может развалиться. Хотя, с другой стороны, и лидера-то не было у Империи, чтобы, в общем-то, продолжить свое деяние. Но есть такая фишка. Вроде бы как Император не умер, и он подготовился к этому. То есть, там были его клоны или что-то типа того. И, в конечном счете, он вернулся. Ну, и там уже его пытался остановить там Люк. И со своей там не то сестрой, не то девчонкой. Короче говоря, я уже не помню, давно я это читал. Вот, и история на этом не закончилась. Но, тем не менее, по Лукасу Император проигрывает из-за своей самонадеянности. Ну, и, в принципе, и Малак тоже такую же ошибку делает. Не знаю, вот, что это. Отсылка к шестому эпизоду, к оригинальной истории Лукаса. Или просто, ну, как бы, другого варианта здесь сложно было особо придумать. Почему Малак не затащил. Хотя, на самом деле, имея такие ресурсы, ну, я понимаю, что маленький отряд достаточно сложно во всей галактике найти. Но дело в том, что все-таки звездные карты находятся лишь на пяти планетах. И Малак прекрасно знает, где они располагаются. То есть, защитить их расположение можно было. И можно было так не глупить, посылая каких-то непонятных... Сначала охотника за головами, но, да бог с ним, ошибка была явная. И Малак сам это признал. А вот посылать своего ученика, там, с парочкой джедаев, по-моему, было, ну, совсем глупо. Давайте сделаем тут... Восстановим этого дроида, видимо, ради опыта. Потому что... Потому что он на нас сейчас вообще нападет. Он куда-то пополз. Я еще из экрана из этого выйти не могу. Так что придется это все смотреть. Хотя и с другой стороны, в отличие от тоже большинства игр, в которых с самым главным злодеем игры нам предстоит встретиться только в конце, темный лорд повстречается нам на Левиафане. И, возможно, он лично хочет покончить с нашей командой. Но суть в том, что, ну, как вы понимаете, что на этом игра не заканчивается. То есть там дальше будет, как минимум, еще пятая планета и так далее. Звездная кузница, когда мы узнаем расположение. Поэтому, естественно, мы сбежим. И дальнейшие вот действия Малака, вот как я уже объяснил, мне не очень понятны были. И можно было просто отправиться хоть на том же Левиафане, на самом деле. Ну, мы тут вырезали практически всю команду там. Но у него же не один корабль. И можно было просто на последнюю планету, я не знаю, что-нибудь типа что с Тарисом сделать. Как-нибудь, ну, в общем-то, повнимательнее отнестись к этой ситуации. Потому что, ну, все-таки надеяться на то, что он победит республиканский флот около Звездной кузницы, я думаю, на это надеяться не нужно было. Тем более, что, как обычно, джедаи отправляют какие-то... Вот, например, как это было с Реваном. Они напали небольшим флотом и три джедая проникли на корабль, в общем-то, к Ревану и застали его, ну, можно сказать, практически врасплох. Хоть они и не смогли бы его убить, потому что, ну, Реван достаточно сильный был, Ситх, все-таки. Но, тем не менее, отправили бы не трех, а пять джедаев, и даже Реван бы не смог затащить. Хотя, если вспомнить, опять же, оригинальную историю Лукаса, то Ситх мог бы справиться и с пятью джедаями. Нет, с четырьмя. Вот. Ну, может, даже и с пятью. Ну, это я тоже все повырезал, там была очень долгая пробежка, без особой интересности. Теперь уже идем, в общем-то, к мостику встречаться с ненавистным Саулом. Так, у нас оружие забрали зачем-то. Ладно, вернем наши мечи на место. Вот, ну, а к чему я это? К тому, что, в принципе, спасибо разработчикам, хоть и на этом, о том, что, ну, действительно, к нашей команде главный злодей этой игры относился более-менее внимательно. Хотя, на самом деле, можно еще поспорить, кто главный злодей этой игры, Реван или Малак. Но Реван-то уже все, с ним уже все ясно. Вот. Ну, а Малак пока еще жив, и предстоит нам его, естественно, убить. В принципе, тут, как бы, уже дальше можно спойлерить, потому что в этой части все решится. Мы встретимся с Малаком, и уже скрывать какую-то информацию от вас, в общем-то, уже бессмысленно. Если бы я там планировал бы встречу с Малаком отложить там на следующую часть, то можно было бы об этом всем не говорить. Вот. Ну, это все будет в этой части. Так, Сау находится, да, вот именно за этой дверью. К этой бойне лучше всего подготовиться, потому что нас там встретят, ну, достаточно приличным отрядом, и поэтому хотя бы скорость надо накинуть. Что-то он даже слова не дал нам вставить. Ну, ладно. Сейчас я проверю, чтобы было все на максимуме. Лучше даже пересажу себе перчатки на силу. Больше урона будет. Ну, и, в принципе, больше особо менять я нечего. На голову я не буду ничего сажать до самого конца игры. Вот. Карта у нас без оружия, по-моему, стоит. Поэтому надо ему в руки хотя бы что-нибудь дать. Я думаю, бессмысленно ему давать какие-то стволы. Давайте ему меч-баки дадим. Тем более, что он у нас есть. Да, серьезно. Серьезно. Сейчас нас здесь позакидывают очень хорошо гранатами, поэтому нужно будет отойти, чтобы во всех не попался. Карту даем меч, потому что он все равно прыгать, как же дай, не умеет. Поэтому без разницы, когда ему дать его. Ну, вот он должен неплохо так урон наносить. И 10-20. Вполне отлично. Так, и... Бастила. Бастила накинет на всех массовый стан. Не обратил я на это внимания, на то, что там автоматически он прокачался. На самом деле, это было очень важным моментом. Потому что Бастила у нас очень мудрая и обаяшка, поэтому действует этот стан будет на всех. Но Бастила уже убили. Ладно, я думаю, вдвоем с картой мы затащим это дело. Потому что они сейчас в стане будут стоять 3 раунда, по-моему. Поэтому от джедаев, ну точнее от темных джедаев мы сейчас избавимся. Ну а Саула за контролем уже за ними. Так, придется здесь есть аптечки, потому что хорошей лечилки у нас сейчас с собой нет. Она уже умерла. Ну и в принципе, Бастиле я не качал лечение второго уровня и, наверное, зря. Потому что вот мне сейчас в этом моменте как раз это и аукнулось. Можно было вместо какой-нибудь другой силы, вроде Шторма, прокачать ей лучше лечение второго уровня. Но все-таки ради прохождения Шторм следовало качнуть. Хотя бы до второго левела. До третьего, если только Джоли, он качнется. Ну, можно и Бастиле прокачать, но просто вы поймете, что Бастиле и Шторм третьего левела уже бессмысленно качать. И в принципе бессмысленно Шторм третьего левела качать. Но это вы поймете потом, почему. Так, ну у них должны рано или поздно просто гранаты закончиться. Тем более, что в Саула они... Почему его Саулом называют? Адмирал Карот какой-то. Саул это его имя. Ну, ладно, Карот его так называют, потому что он был его командиром. Там они были, может быть, друзьями. Но я-то с ним не был знаком, поэтому мне следует его Адмиралом Каротом называть. Так, элитные пехотинцы ситхов. Кстати, что меня поражает, так это то, что до сих пор живет Карп. Я его даже ни разу еще не лечил. Это очень сильно решает броня, которую я ему дал. Она дает целых 13 защиты. Поэтому по нему, видимо, толком никто и попасть не может. Ну и убить, правда, тоже Карт много кого не может. Не спеши, Карт. Заставь его помучиться и ответить за все, что он с тобой сделал. Убить его не будет уничтожить боль, Карф. Не становитесь, что ты обожаешься. Карф, я должен тебе сказать... Я должен тебе сказать что-то. Ведите ближе. Ты не знал, да? Ты не знал, что-то? Возвращай мои слова уничтожительные. Чё там тебе он такого сказал, что тебя аж перекосило? Эй, хорош там загадками говорить, чё происходит? Она права, Кард, сейчас не время разбираться. Конечно, Кард, когда мы приезжаем к Эбон-Хорку, я объясню все. Я вам обещаю. Так, ну и теперь бежим к Ангару, потому что мы только что открыли для него доступ в этом компьютере. Подлечимся Бастилой, потому что в скором времени нас ждет встреча с Лордом Малаком, и нужно быть к ней немножко подготовленным. А не с пол-ХП. Ну, здесь ситхи бегут спасать своего командира мертвого, который уже... Ну и, в общем-то, по тому же пути возвращаемся в предыдущую локацию, и с нее уже через лифт едем к Ангару. Так, сейчас я просто посмотрел, куда следует зайти. Эти ящики я уже давно-давно пролутал. Весь этот лут, которого здесь и правда, ребята, много, тоже советую вам все собрать, обязательно продайте, потому что после Левиафана будет доступ к очень дорогим вещам у торговцев. Каждая эта вещь будет там стоить от 5 до 25 тысяч, наверное, и они, правда, хорошие, поэтому денег понадобится, ну, просто много. Если вы кое-что покупали уже, у меня вот, например, сейчас около там 20-30 тысяч кредитов, но еще есть пара дорогих шмоток, которых можно продать, но на самом деле этого мало. Это только на один кристалл не хватит. Очень дорогой, не помню сейчас, как он называется, поэтому, ну, нужно там 1200, 300, 500, чтобы закупить. Хотя, может быть, не столько много, что я прям сейчас назвал, но, в общем-то, в районе, наверное, 200 тысяч нужно будет, чтобы хорошо закупиться у торговцев. Может быть, и правда, я что-то сильно перегнул палку, но тем не менее. В принципе, что там Бастила зачем-то задержалась. Можно, кстати, здесь побегать, на самом деле, поубивать всех этих парней, получить опыт, но фишка в том, что особо заморачиваться с этим не стоит, потому что уровень максимально здесь 20-й, и когда вы его набьете, там, перед Звездной Кузнецей или до Звездной Кузнецы, там, можно, по-моему, до последней планеты получить 20-й уровень, если сильно постараться. Хотя, ну, наверное, 18-й можно получить перед Корибаном, если очень сильно постараться, но все это значение не имеет, потому что, в любом случае, как я уже говорил, вы его так и так получите. Но больше получить смысла не имеет. Вот во втором Коттере надо, ну, просто все выполнять, потому что там последний уровень не ограничен. И чем больше вы сил и способностей все прокачаете, тем проще будет вам в последнем бою. Так, выходим из лифта. Я просто не помню сейчас здесь, за какой дверью нас ждет Малак, поэтому буду готовиться постоянно. Ну, вроде все у меня максимально по урону и... Тем временем наши ребята, в общем-то, самостоятельно добрались до ангара, что радует, что хотя бы там не понадобилась наша помощь. И, на самом деле, радует то, что, например, как во втором Коттере, вам не нужно играть одновременно за ту партию и прорываться к ангару. Это, на самом деле, очень хорошее решение. Потому что во втором Коттере есть такие ситуации, когда вам нужно выбирать команду, которая будет действовать совершенно по-другому. Ну, и более того, ну, естественно, ваш главный герой, которого вы обычно качаете там очень внимательно, естественно, в двух местах быть не может. Поэтому вам приходится играть за другого совершенно героя, которому, возможно, не уделяли должного внимания, в результате чего ваша партия получается очень слабой. Когда первый раз, конечно, играешь, внезапно оказывается, что нужно было и кого-то еще качать, помимо главного героя, очень внимательно. Так, заходим вот в эти красные локации, и где-то здесь, за какой-то из этих дверей, ждет нас сам Темный Лорд. Здесь, в принципе, можно было еще раз, по-моему, поговорить с Бастилой. А может быть, это последний разговор уже, который с ней был. Ну, честно говоря, не помню, но, в принципе, уже это особого смысла не имеет. Потому что, ну, персональный квест ее выполнили, а что там дальше, там уже не так интересно. Она больше, чем другом, женскому персонажу не станет. Так же, как и мужскому, если вы будете с ней об этом болтать. Хотя, по-моему, там есть вариант, типа, насколько близким другом ты мне хочешь стать замужского персонажа. Что-то вроде такого. Спускаемся вниз. И это самая лучшая сцена. Ребята, если вы пропускаете диалоги, то не пропускайте. Лучше всех. Дарф Малик. Дарф Малик. Дарф Малик. Я надеюсь, что вы думаете о выйти так скоро, бастера. Я потратил слишком много энергии за тебя и твои коллеги, чтобы позволить тебя избежать от меня сейчас. Кроме того, я мог бы увидеть себя, если это было вероятно. Даже сейчас я не могу верить в мои глаза. Скажи мне, почему джеда тебя спасли? Это венчание, которую ты искал в этой встрече? Что значит, почему джедаи оставили меня в живых? Я тебя не понимаю. А ты имеешь в виду? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Весь этот час и ты все равно не решал. Я знаю, сколько времени ты бы был скрыт к праве. Наверное, что ты раньше был, должно было бы появляться до сейчас. Даже объединенные силы джедаи-консила не могли оставить твою правую идентицию на выживку, не могли? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, ребята, игра нам изо всех сил подсказывала, я старался уберечь вас изо всех сил от знания и догадок об этом, но мы и есть Дарт Реван. Теперь все стало на свои места, то, что выглядело глупо раньше, теперь имеет смысл, мы самый главный злодей в этой игре. Субтитры сделал DimaTorzok Я? Дарт Реван? Ну как такое может быть? Ты еще не вспомнился, Реван? Дяди садили в труппу. Они лурили нас в борьбу против небольшой републикской флоте. Во время атака, команда Jedi-Knight поддержала твоего корабля. Дяди-Страйк-тима тебя спасли, и консул использовал силу, чтобы репрограммировать твою сознание. Как им удалось захватить в плен такого могущественного человека, как Реван? Ну, в смысле, такого, как я. Я помогал им, Реван. Я всегда знал, что один день титул Дарк-Лорда был моим. Когда Jedi-Страйк-тима бродил твоего корабля, я увидел, что мой день пришел. Я обрабатывал свои собственные корабли, чтобы огонь на твоей дороге. Я думал, что я мог бы уничтожить всех моих врагов с одной великой победой. Я никогда не мечтал, что Jedi-Страйк-тима тебя спасли от их репрограмм. Но почему? Почему джедаи просто не убили меня? Но зачем ты предал своего учителя? Бастила, хоть ты мне скажи, это правда. Тогда почему я не помню о том, кем я был? Значит, ты мне все время лгала, Бастила. Но зачем все это? Зачем надо было программировать меня на другую личность? А что было бы, если бы я вдруг вспомнил, кем я когда-то был? Ты прав, Малак. Джедаи не должны были так поступать. Вы не лучше ситхов. Как ты говоришь? Малак почти убил тебя, но Джедаи дала тебе еще возможность жить. Они дали тебе возможность уничтожить себя с уничтожением с уничтожением. Уничтожение с уничтожением с уничтожением. Триумф? Похоже, ты забыл, что я все еще жив. Похоже, что ты переоцениваешь свои силы, Малак. Потому что я настоящий лорд ситхов, а ты ничто. Ну, конечно, с парой джедайских бафов. Без них никуда, к сожалению. Ага, Малак, оказывается, тоже кое-что может использовать. Ну ладно, посмотрим, кто лучше. Учитель или его ученик. Нет, похоже, ученик ничему не смог научиться. Ну, это я тоже умею. Беги, беги. Далеко тебе не убежать с половиной ТХП. Как вдруг ситуация резко изменилась, и теперь Малак убегает от нас. Ну, впрочем, я ей никогда и не говорил, что я боюсь какого-то там жалкого Малака или Адмирала Карата. Так что все на своих местах. Эта дверь будет закрыта. Нужно забежать отсюда. Так, наверное, там отсек ангара. Сюда еще рано, потому что нужно все-таки еще раз встретиться с Малаком. Ага, хочешь поиграть? Ну, давай. Посмотрим, что у тебя есть. Нет, ты ничто. Ой. Да ладно, я тебе один уделал уже. Ребята, вы че шутите? Я бы его сам убил. Ээээ. Бастилу верни, ты че? Ну ладно, у нас нет выбора, пусть Бастила разбирается с Малаком, а мы... Так, наверное, будет немного получше. Получше. Хотя, можно было, в принципе, закончить все и здесь. Но, к сожалению, игра предлагает нам добраться все-таки до Звездной Кузницы. И там уже в окончательном поединке свалить Малака и забрать себе мантию Темного Лорда. Сбегаем отсюда. И, в принципе, на этом часть заканчивается. До новых встреч, удачи и надеюсь, еще увидимся. Продолжение следует...